И всем привет дорогие друзья, с вами канал BlackHorror, и мы продолжаем играть в довольно очень интересную и захватывающую игру Rise of the Tomb Raider. И сейчас мы находимся в серии, в серии где мы должны, ну попали в некую гробницу, и сейчас будем изучать всякие надписи. Невозможно перевести, необходимо улучшить знания греческого языка в уровне первого. А как это сделать? Да. Есть, фрески, чтобы улучшить знаки языка, читайте фрески. Вон оно как. Что-то он куда-то не туда ведет. Хм, вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Ладно, давайте что-ли, наверное, туда пойдем. В эту сторону. Стоп, секунду. Мы оттуда пришли. Что-то я туплю. А, значит что? Вот сюда. Вот он еще, одна фреска. Может, этого достаточно будет? Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. На первом уровне, как видите, нам не хватает немного. То есть, изучаем. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Есть. Первый уровень есть, греческий. Это круто. Теперь мы можем прочитать эти языки. Ммм. Я подзабыла греческий, но... Он указывает на что-то спрятанное неподалеку. А я намечу места на карте. Отлично. Ну-ка. Это все? Так, ну мне показывают про достижения. Что там? Древние монеты. Хм. Очень даже интересно. Допустим. Вот еще фреска. Он провел своих учеников через пустыню. Коазису. Читаем фрески. Чтобы потом читать некоторые записи. Так, давайте. Ну что ж, сломаем это. Кирпичи здесь не очень. Как видно. Отлично. Как же ярко. Вау. Потрясающе. Вот бы папа видел. Скрытый оазис. Отыщу тебе путь гробниц у пророка. Все-таки игра выглядит очень даже хорошо. Уп. Так. Ой, блех. Я, конечно, не хочу никого оскорблять, но... Вообще, как известно, в основном из русских журналистов эту игру очень сильно... Обосрал. Приниму такое слово, хоть оно не очень такое культурное в данном плане, но... Антон Логенов. Конечно, очень, в принципе, уважаемый мной... Журналист. Журналист. Мне уже здесь. Надо попасть внутрь. Который делал хорошую рецензию, но... Блин. Меня лично смутило, что... Эту Лару... В прямом смысле этого слова... Уделал. Сказав, что это... Говно. А некоторые игры... Как, например, Black Ops 3. Я, конечно, не говорю, что Black Ops 3 плохой, но все-таки... Я умер. Ладно, отвлекся уже на все. Не надо было прыгать. Я к тому, что хотел сказать, что Black Ops 3, в принципе, тоже не меняется, как и не изменился Лары Крофт. Он называл ее, в принципе, плохим словом. В основном, только из-за того, что будто бы с прошлым... С прошлой частью, но ни скульчика не изменилась. Я предлагаю бежать. Вообще, Black Ops 3, вроде как бы... Я играл бета-версию. Хочу сказать, что мне игра... Вообще, я, в принципе, не любитель сильно мультиплеера такого плана, но мне он понравился. Не знаю, что там, как дела в компании, но все равно игра тоже так сильно не отличается от прошлой части. Болген Троицы неумолимо преследовал пророка. И его учеников пока не настигли их в укромном оазисе. Вот. Он при этом говорит, что Бута Бакалавдите меняется, а Лара не меняется. Не знаю, чем обидели его кристалл Дамнейтик, но... Мне кажется, что они его просто обидели. Так, ну что ж. Как видите, мы попали в путь... А, ну, вовнутрь. Так что, давайте-ка... Пардон, уже лучше наш путь. Смотрите, какие здесь доспехи очень крутые. О. Блин. Офигенно. Смотрите, только на эти все доспехи. Черт. Чтоб тебе. Еще бы. Ой. Блин. Я же что-то сам... Маленько так... Кирпичу я отслышал. Ну, не то, что отложил. Просто удивился и по большей части все. Офига себе скорпионов. Посмотрите-ка. Эти скорпионы... Это вообще очень даже... Я вообще насекомых сильно недолюбливаю. Офига себе, смотрите-ка. В рот залезло череп. Скорпионы вообще-то опасные. Очень даже опасные. Сознание. Они просто так атаковать не будут человека. Они будут атаковать, если почувствуют опасность. Так что только по этой причине Лара сейчас жива. Но они не чувствовали к ней опасности. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Ляха-муха. Паутина. Шевелилась. Подумал, что это может шевелиться. Ничего. Все нормально. Это все трупы. Хотя если их заденешь, они вот падают. Забавно. Смотрите-ка, что у нас тут. Для изучения что-то. Сын мой. Единственный от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Это были древние послания от главы Ордена Троицы. Они проследили за пророком и его последователем до этого места. О. Надпись наверху. Смотрите-ка, помимо... Ну да, неприятно. Может быть, эти черепа не настолько уж реалистично выглядят. Из-за этого они могут нас так не пугать. Ну, представляете, каково там находиться, а? Я помню, как-то в своей жизни труп нашел. О, для меня был шок, а. А тут... Дофига этих трупов. Так. В принципе, больше здесь ничего такого нет. Нет. Идем дальше. В дивизию! Не ожидал. Не ожидал. Так, Лара. Будь готова. К неожиданным моментам. Воу. Вот это звуки-то... Кто они? Те, что на вертолете гоняли? Пока что видите, нам... Даже... Фу, блеха-муха. Ой, все, понял, почему ее вливать... Лезет. Вы посмотрите, здесь в этой воде, блин, трупы. Вспомните переиздание первой игры, когда она плавала прям... Ой. Круто, блядь. Я бы леванул в этом раз за три. Серьезно. Так, ну что ж, у нас тут перед нами, как видно... Ой, что-то я не то делаю. Мне кажется, я все очень плохо сделаю. Где могу подняться? Нужно было сначала вон то... Защитить что-то попало. Так. Все, давай. Собирайся на нее. Затем сюда. Так. Здесь нам придется скатиться. Воу. Давай, 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 давай. Фух ты, получилось. Я же подумал сначала, что это капкан. Нет, это просто ловушка. Жмите Б, чтобы быстрее плыть. Нужно прям... Нажимать, да, или лежать? Ну, наверное, нажимать, я так думаю. Знаете, такие ворота, туман, мне это напомнило Дарк Соус. А как вам? Серьезно. Посмотрите-ка. Вот я сейчас сквозь этот туман пройду, а меня там босс какой-нибудь ждет. Ого. Тут нечь такое, что поповлекательнее меня ждет. Ну да. Так. Перед нами, как видно, уже будет, наверное... Небольшая головоломка такая, выбраться отсюда. А может быть, никакой головоломки даже и не будет. Так, ну давайте смотреть, как и куда нам сбираться. Так, я могу занырнуть? Да. Так, вы нырни. Еще занырни. Ладно. Ну, я вижу уже, что вот я, возможно, просто сейчас прорублю эту скважину. Все, да, да. Стало попадать и пополняться, соответственно. Так, что еще? Она наполнится, и тогда я смогу туда забраться. А что дальше? Дальше, по-видимому, наверное, будем сбираться вот по этим склепам. Давай. Убирайся. Ну, а дальше все уже понятно. Почти, что ли. О, смотрите-ка, как это механизм. Ой, твою дивизию. Все нормально. Это, в принципе, часть плана. Так. Сбирайся. Бляха-уха, я даже и не знаю. Сюда могу пройти, туда могу пропасть. Я, когда играешь, особенно в такие игры, почему вы каждый уголочек не проверите, а? Ну-ка, что тут? Да, е-мое. Что тут у нас? Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах. Сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и придадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв. Могу в этом поклясться. Это было... Письмо. Рыцаря Троицы шел по следу, чтобы уничтожить остатки последователей пророка. Они хотели уничтожить даже память о нем. В принципе, все... Как на той же идет в голове. Так. Хм. Допустим. А зачем тогда мне все-таки была возможность вот сюда подняться? Тихо. Бляхом. Что-то я не туда маленько прыгну. Так, ну по-видимому... Да, здесь, понятное дело, я буду забираться туда, куда мне и нужно. На тот. Золотой купол, иными словами. Но то, что я поднимаю здесь, это... Так, давайте все поймем, я пока ничего не понимаю. Просто столько ходов, я... Ой. Вот это да. Они почти внутри. Вот это да, это фигово. Здесь у нас ничего нет. Так, ну да, я все правильно делаю. Убирайся. Я... Все нормально. Запаниквал, что недалечу. Ой. Ай, блин, а бог... Ай, фига себе, как это ужасно выглядит. Я не понимаю, нужно... Я паникую в этом плане. Как бы назад мне прыгать или вперед. Давайте-ка вперед сейчас прыгнем. Смотрите-ка. Все нормально, здесь еще какая-то ловушка. Сейчас наступили, что-нибудь произойдет. Оп. Нет, ничего. Ай, твой мать. Я же говорил. Прям видно было эту кнопку. Че на нее наступил вообще? Ладно. Так, допустим. Воу. Эй, эй, эй. Меня куда-то уносит по течению. И вода уходит. Короче, все понятно, что мне нужно делать. Я понял. Делаем два шага. Сначала прыгаем сюда. А потом побыстрее лям и туда. И все, готово. Давай, ломай. Так, подожди. Не до конца снималось, что ли? Все. Пусть вода уйдет. Тут ничего нет. О, что-то есть. Китомонетки нашли. Так, вода ушла. Теперь мы обратно прыгнем, чтобы вода еще успела пополниться. Я прав. Так, вот эту штуку-то мы сломаем. Так. Я пока не до конца понимаю, что дальше. Все, понимаю, понимаю, понимаю. Все, 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 все. Понял. Просто благодаря этому я сюда должен был допрыгнуть. Давай. И что дальше? Неужели вот на эту платформу так вот будет? Ну, да. Ну, да. Так, все. Теперь геймплей. Лезем дальше. Вот мы и поднялись наверх. Ну, отлично. В принципе, это хорошо. Гробница. Пророка. А что же внутри? Внутри. Давайте посмотрим. Внутри даже самого этого пророка нет. Ну, вы поняли, о чем остатки от него. Что же я упустила? Эй, он где внизу? Так. Понятное дело, что это злодей, но что это за корпорация? Зачем она? Там ионос, что ли, справа нет? Или, мне кажется. Ладно. Саркофаг пророка. Наконец-то. Он что, внутрь, что ли, спрятался? А реликвия? Внутри. Даст Бог. Смотрите-ка, какая-то дырка на руке. Я вас не звал. Идите. Баба умная. Сама, поди, уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте. Когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела. И уж точно никакой реликвии. Опа. Хитрая. Управление аж какое-то неудобное. Но, в принципе, это, кстати, хорошо. Это сразу доказывает того, что Лара не... Бля, там... Не какая-то там воительница. Которая способна пока что хорошо стрелять. Она еще не та рассветительница. Которая будет. Скоро. Ну, допустим. Сейчас нам нужно выбраться отсюда, потому что мы... Нафиг просто все взорвали здесь. Ой. Че ты творишь? Стой ты на месте. Поднимайся. Ой. Сзади меня уже все рушится. Ай. У меня уже... Камень прилетел и... Лара упала. Все-таки к такому управлению, чтобы в экшен сцены убегать, я еще не проберу. Бежим. Чуть-чуть. Бежим. 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 Ой. Что это? Что это? Не понял, что ты. В смысле, что это? Увидел какой-то знак и задал вопрос, что это. И меня Крофт. Лара. Иона. Лара. Мне столько нужно тебе рассказать. Я не... Ты нашла гробницу пророка? Да. Но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто. Но я думаю, они искали святой источник. А артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила, где. Тут меня озарило. Я видела его тут. В папиной книге. Послушай. Затерянный Китишград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд, он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китиша, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты мне представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же... Это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона, мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже столько их потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Знаете, когда раньше, в 20 веке, ссылку в Сибирь ссылали, там такой же вопрос задавали. В Сибирь? Вы что, с ума что ли сошьете? Так, а это еще кто-то? Как Иона не слышит, что здесь тут же, блин, через пару секунд кто-то появился и давай душить ее. Лара, я... Твою мать! Стой! Брось книгу! Нас не остановить! Черт, Лара! Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, Сибирь. Ну, как видите, вот такой вышел нелегкий путь для них, для наших героев. Сибирь, ссылают их. Северо-восточная Сибирь, в наши дни. Лары, которые тяжело дышат. Это уже происходит после того, как она потерпела некое неудачное... поднимание на гору. Офигеть. Иона где-то там, а Лара, ну, как скатилась и осталась в живых. Это просто удивительно. Да, я представляю, мне же самому холодно стало. У нас на улице всего лишь-то где-то минус 15-16, но холодно, блин, даже не настолько будет. Надо найти убежище. Найдите место, где можно было бы укрыться. Ну что ж, сейчас геймплей будет немножко похож на перезапуск первой части Том Райана, который вышел в 2014 году, повторюсь. То есть мы должны будем найти, как я полагаю, костер. Это мое предположение. Я можем... сможем согреться. Не останавливаться. Так еще бы. Становишься так... Каранты, наверное, будут. Давай. Ты сможешь. Иди. Такой холод, если, а? Старый лагерь. Вот и отлично. Давай, 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 давай. Костер. Ты сможешь. Так. Нужен костер. Так, что ты предлагаешь? Палки нужно еще собирать, и тебе не получится поджечь. Ресурсы. Ну да. Здесь я слышал еще волков. Олень. Мертвый олень. Труп свежий. Мяса нет, но... Может, еще что-то полезное. А вот это уже фигурка. Да уж, мол, который в Сибири самый суровый. В этом плане. Опять же, вспоминается мне случай, как... Как-то я... Ходил, собирал березовый сок, а потом узнал, что возле этого места волки гуляют. Ну, тоже удивился я нехило. Так что я представляю, каково это... У Лари-то. Сухое. Загорится. Не удалось делать. Вернитесь в лагерь. Не разведите огонь. Назад в лагерь. Да быстрее ты. Ох, дофига себе, Боря. Когда у нас выйдешь иногда... Под минус 30 в феврале, знаете... Снега нет, а будет такая же. Я же почему-то хоут, я и ощущаю. Аж потому, что у меня окно открыто. Так, если здесь сейчас... Это будет не килл... О, нифига себе. Нехило, я на себе лагерь-то построил. А здесь мы также сможем улучшать нашу Лари. Ну. Это я говорю из опыта. Первая часть в Тамрадо. Наши люди прочесывают развалника. Если артефакт там, мы его найдем. Так, это она поймала, что ли, волнула? Что с потоками? Продолжает сопротивляться. Ну, мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Она решила сделать лог. А сейчас, кстати, геймплей выживания в этой местности, кстати, очень, по словам, должен быть похож с The Last of Us. Так, мне нужен лук покрепче. Ну, давай. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе Троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что и он в порядке. Что он смог вернуться. Я... Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Так, у нас есть одно очко навыка, да? Давайте вот это же прокачаем. Толстая кожа. Думаю, пока что для... Ну, скажем, новичка, в моем плане, не помешает сделать такое. Обыщите лес в поисках следов затерянного города. Ну что ж, друзья. Я предлагаю над этим сейчас эту серию закончить. Вот мы уже и попали в саму Сибирь. А здесь перед нами, как вроде бы, должен открыться уже... В прямом смысле этого слова. Открытый мир. Сибирь перед нашими глазами. Где мы будем добывать себе еду? Ну, геймплей сейчас должен состоять немного похоже на The Last of Us, где мы добываем какие-то себе ресурсы, чтобы улучшить то или иное, и так далее. Так что увидимся в следующей серии. А пока что, с вами был канал Black Horror. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok